В Гродненском городском доме культуры прошла открытая диалоговая площадка. Ее участниками стали представители общественных организаций, представители сферы культуры и гродницы, которые хотели поделиться своим мнением касательно проекта обновленной Конституции. Основными спикерами стали представители местной власти, политические обозреватели, а также парламентария. Кроме того, к диалогу присоединились активные горожане, которые, судя по всему, тщательно подготовились к встрече. Обсуждение предложений и дополнений в законопроект длилось порядка двух часов. Ведущими стали вопросы о сохранении исторической памяти народа, социальной направленности новых статей основного закона, а также их влияние на повседневность людей. Всех интересует ВНС, как он будет функционировать, кто туда попадет. Много вопросов касалось традиционных ценностей, как они будут защищены. Это вообще такая полемика. У медицинского сообщества свое мнение есть, у общественных, у гражданского общества свое. А гражданское общество, оно не однородное. Каждого свое мнение. Дальше что еще? Ну, много говорилось о том, что государство, белорусское государство, должно остаться социально ориентированным. На изучение итогового документа остается чуть больше месяца. Голосование по вопросам изменений и дополнений Конституции пройдет на референдуме 27 февраля. Сегодня было много предложений, что сохранять историческую память Великой Отечественной войны очень важно. Но не только белорусского народа, а советского народа. Очень бурно обсуждали мы 32 статью по поводу брака, союз мужчин и женщин, по рождению или ограничиться. Понимаете, тут настолько тонкая грань, иногда даже медицинская грань, которую, я думаю, надо еще обсудить и не спешить.